Гололёд на дорогах отразился даже на работе суда, а конвой с подсудимой прибыл с некоторым опозданием. Председатель, стующая судья, зачитывает приговор, вынесенный после почти трёхмесячного судебного разбирательства. Суд приговорил Анекину Анну Александровну признать виновные в совершении преступления, предусмотренном статье 99, часть 1 УК Республики Вазистан. И назначить ей по этой статье наказание в виде 10 лет лишения свободы. Адвокаты осуждённые заявили, что их подзащитные невиновны, они будут однозначно подавать апелляцию. Всё обвинение было построено на чистосердечном признании потерпевшей, а все другие доказательства были подогнаны следователям. Никакие доказательства, которые прямо указывали, что преступление убийство совершило Анекина в материале дела, не имеются. Чистосердечное признание было получено путём, мы считаем, оказания психологического давления на подсудимую. Поскольку подсудимым был ребёнок, и ей сказали, что если ты не признаешься в совершении преступления, то ребёнка мы посадим в детский дом. Высказали адвокаты своё мнение и относительно имевшихся в деле улик. Надо было обязательно провести судебный эксперимент, ситуационный эксперимент, потому что рост девушки составляет всего лишь 155 сантиметров, а погибшего рост составляет 186 сантиметров. И, соответственно, вес у подсудимой 55 килограммов, а у погибшего вес составляет за центнером, то есть 102 килограмма. Нож кухонный. Удар, говорит, был такого сумасшедшего, что почти вошла во всю длину. 18 сантиметров вошла. Она не располагает такой силой, мощью. Поэтому и просили провести соответствующие экспертизы. Однако судом по непонятным причинам всё было отклонено. Даже экс-супруг подсудимый встал на защиту своей бывшей жены. Убийство она не совершала. Я уверен, я с ней 17 лет жил. Она даже курицу не может зарезать. Приговор пока не вступил законную силу.